Всем привет! В эфире Универ Ньюс. С вами я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас интересные новости. Итак, смотрите сегодня. Субтитры делал DimaTorzok 7 сентября. Программа мероприятия отразила передовой ветеринарный опыт в выступлениях лучших мировых лекторов. Национальная ветеринарная премия «Золотой скальпель» является высшей наградой российского ветеринарного сообщества, которое присуждается ежегодно за особые достижения в области ветеринарной медицины и считается самой престижной ветеринарной премией России. А мы переходим к другим новостям. Один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет» был приглашен в Казанский федеральный университет для обсуждения ряда вопросов. Каких именно, узнаете в нашем следующем сюжете. С 17 сентября в Казанский университет прибыл один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин. Встреча с руководством вуза состоялась в зале попечительского совета КФУ. Меня любезно пригласил Марат Рашидович обсудить проблемы научной аттестации, особенно в контексте того, что Казанский университет переходит сейчас на систему собственных диссерационных советов. И в этой связи хотелось бы избежать тех ошибок, которые сделаны уже были в нашей федеральной системе научной аттестации. В ходе заседания были обсуждены проблемы, стоящие перед всеми российскими университетами, а также высказаны замечания в сторону сотрудников КФУ. Напомним, что в Казанском университете издается большое количество научных журналов по самым разным отраслям знания. Здесь важно отметить хорошую динамику развития журнала Института психологии и образования КФУ «Образование и саморазвитие». В 2017 году у «Диссернета» были претензии к статьям, которые издавались еще до 2010 года. Перед руководством вузов стала проблема – либо закрывать журнал, либо производить его очистку. В результате было принято решение реанимировать журнал, заменить его главного редактора. В настоящий момент ключевым редактором является Николас Ражби, ведущий научный консультант по развитию международной публикационной активности. Любые лекала, по которым будет идти дальнейшее очищение любых редакций, должны списываться с кейса журнала «Образование и саморазвитие». Я считаю, что он войдет в историю. Был журнал, в котором публиковалось очень много статей, в которых нашелся плагиат. В какой-то момент руководство вашего университета приняло решение заменить главного редактора, заменить в полностью или частичную редколлегию. Был приглашен англичанин, специалист по научным публикациям и наукометрии Николас Ражби. И он провел очень тщательную кампанию по детальнейшему изучению всех ситуаций. Студент Казанского федерального университета обнаружил микропластик на архипелаге Шпицберген. Каким образом проходил исследование, чем опасен микропластик в почве, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Студент четвертого курса кафедры почвоведения Института экологии и природопользования Казанского федерального университета обнаружил микропластик на архипелаге Шпицберген. Эти исследования проводились в рамках проекта конкурса творческих и научных проектов 66 градусов 33 минуты, проводимые Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом. В рамках конкурса заявку подали порядка 170 участников со всей России, но победителями оказались только трое. Среди них был Ильна Закиров. В течение месяца он жил в Баренцбурге в научном общежитии, производил отбор почвенных проб, а затем исследовал их в лаборатории. Когда я производил отбор проб на прибрежных территориях, то обнаружил там макропластик. Макропластик – это пластик больше 5 мм, а микропластик – это пластик меньше 5 мм. После отбора проб, после тщательного изучения, после лабораторных исследований, правда, был обнаружен предварительный микропластик. Ильна Закирова делится с нами своими впечатлениями о поездке. Все было замечательно, и природа, и воздух свежий морской. Там северные олени и песцы ходят, как у нас кошки с собаками. Там не было ночей, там был полярный день, так что целый месяц я жил без луны, без ночей, без звезд. Работы еще не закончены, в дальнейшем планируется их количественная и качественная идентификация. Вероятно, пластик мог попасть туда морскими и океаническими течениями. Если говорить о последствиях, то загрязнение микропластиком – это глобальная экологическая катастрофа, так как пластмасса может выделять вредные химические вещества в окружающей среду. Микропластик может абсорбировать на своей поверхности загрязняющие вещества, даже тяжелые металлы. Поэтому морские животные, например, могут спутать их с едой и проглатывать. Вследствие чего, например, рыбы их проглатили, дальше рыбу ловит человек. Ну, в общем, они могут попасть на трофические цепи. И вследствие чего микропластик может попасть даже в организм человека. Ильнас отмечает, что своим успехом обязан научному руководителю, преподавателю Института экологии и природопользования КФУ Ильназу Сахабиеву, с которым они вместе разработали проект, посвященный оценке загрязнения прибрежных почв архипелага Шпицбергена частицами микропластика. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казани в течение двух лет появится магазин формата Zero Waste. Основной идеей этой концепции является сокращение количества производимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей. Все подробности смотрите далее. В Казани в течение двух лет появится магазин формата Zero Waste. Основной идеей этой концепции является сокращение количества производимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей. Покупатели смогут приобрести насыпную продукцию в собственную тару, но несмотря на большое количество плюсов, есть обратная сторона данной концепции. Эта конкретная технология, с одной стороны, конечно, может и сможет помочь, чтобы было меньше пакетов, но с другой стороны, может к другим негативным проблемам привести. Увы, не все берут крупы специальными совками, увы, не все сограждане моют руки перед посещением магазина. И да, с одной стороны, мы получим того, чтобы будет меньше пакетов, а с другой стороны, что увеличится количество каких-то инфекционных заболеваний. В Казанском федеральном университете также ведется большое количество разработок, которые связаны с проблемой экологии. У нас есть технологии слежения, технологии устранения загрязнений, разработка короткостадийных методов получения веществ, чтобы было меньше отходов. Это тоже такая борьба, в общем-то, за экологию. Концепция Zero Waste ставит свою цель снижение вырабатываемых отходов. В рамках данного подхода мусор должен отправляться только на переработку. Ильвира Зорина, Ленардо Валерьяров, Универньюс. Теплые солнечные деньки, которыми жители Казани наслаждались на прошлой неделе, кажется, были последними в этом году. С чем связано такое похолодание и можно ли надеяться на бабье лето, смотри в следующем сюжете. Нынешнее лето в Казани выдалось суровым и нечасто баловало жителей и гостей города жаркими днями. Оставалось надеяться на бабье лето, которое так и не наступило. О причинах непогоды рассказал профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, по словам которому, всего виной северный циклон. Август месяц оказался градус на два ниже нормы. Он оказался очень прохладным и дождливым. И вот после этого вдруг к нам пришел место циклона, антициклон. И у нас установилась такая теплая, ясная, комфортная погода. Но, как всегда, всему есть конец, предел. И после этого антициклона, который разрушился, ему на смену пришел новый вихрь, но уже циклон. Оставшиеся дни сентября синоптики Гидрометцентра России предсказывают облачными и прохладными. Суровая погода, например, ожидается в предстоящую субботу, в том числе в Поволжье. В республике возможно понижение температуры. Немного холоднее нормы. Начало осени в целом характеризуется похолоданием с осадками. После прохождения вот этих очередного холодного фронта к нам станет открытым доступ холодного арктического воздуха. И поэтому у нас будет сразу значительное понижение температуры. Ночные температуры могут до одного градуса доходить. Это в самом конце недели. Где-то там в воскресенье мы это посмотрим сейчас. Дневные температуры тоже будут невысокими. Порядка восьми. Так, градусов. Это будет уже ниже климатической нормы. Это уже будет октябрь. Алиса Дубовик, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск завершен. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Алиса Дубовик, Виолетта Басова, Универньюз. 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 Алиса Дубовик, Виолетта Басова, Универньюз.